Пародиус молчу, там реально сложно Второй круг, боль Кстати, не во всех пародиусах надо второй круг проходить На самом деле Так что, Роман, там тоже надо разбираться Тоже надо разбираться и смотреть Я если берусь за игру, то, как правило Полная разборка, насколько возможно Кто давно следит за каналом Уже может это понять Только скрытые сложности не играю В проект, потому что это будет нечестно К другим играм Где потенциально может быть скрытая сложность Но про нее никто не знает Так, если по звуку будет громко Говорите, это Ралли Бретро Другой эмулятор Игры Геймбоя Дванса на Ралли Бретро прохожу Но без ачивок только играю У меня даже тихо, мне кажется Эй, Арнольд Я, кстати, в юности, когда в Технаре учился Не то, что это любимый мультсериал был из Никелодиона Но частенько смотрел его Пожалуй, популярнее только Котопес был И губка Боб Эй, Арнольд мне не сказать, что прям сильно нравился Но Вообще частенько смотрел Так, пролог Этот район Является исторической частью города Арнольд и его лучший друг Геральт А также некоторые другие друзья Живут здесь очень счастливо Но счастье кончилось, когда Пришли какие-то чужаки И начали разрушать район Чтобы построить здесь торговый центр Дарк Найт, привет, Алексей Я тут после шмапа на PC Engine Добрался до Мультика На Game Boy Advance Который называется Эй, Арнольд, кино Так, вот такой пролог, в общем Какие-то типы пришли И хотят отвоевать наш Исторический район Где мы проживаем Построить какой-то магазин здесь Нравилось смотреть приключения Джеки Чана Мультик А я что-то такое не помню, кстати Наверное, по СТС показывали Я этот канал редко смотрел Арнольд видит вертолеты Спрашивает, чё за фигня типа происходит Уровень 1.1 Улица Арнольда Цель найти 5 друзей Чё за шмап? Меня вчера тоже шмап Подкидывали Оверрайт называется Дарк Найт Шмап называется Оверрайт Ого, чё-то по голове ударило уже Отмотай маленько назад Посмотри, может понравится Вообще шмап такой достаточно щадящий оказался Там даже уровней сложности нету Гарольд, что-то серьёзное происходит Да, давай послушаем главного У меня был Blazing Lasers Тоже качественный шмап Тоже в планах у меня есть Да блин, я только вышел с комнаты Меня сразу по голове огрело Как это по-честному? Когда был Джеки Чан Мульты уже вырос Кулер, так дело не в том Вырос я или нет Дело в том, что я его не помню Я когда вырос Многие мультики помню С Джеки Чаном Ничего не смотрел Только фильмы А из игр Только на Несс Фомиком проходил Экшен Джеки Чан Кунфу Хорошая игра, кстати Там, правда Спрайд персонажа Крупноватый достаточно Так, вот там где-то Здоровье есть Отлично Блин, промазал Кстати, оружие помидоры Подобрал Хорошее такое оружие Че, на ачивки Че-то заставили Так, кроссовок Прыжок увеличивает Я вообще не люблю Круги набивать в играх Но на ачивки Заставили пришлось Ой, Роман Я за пародиус Не хочу пока на ачивки Браться Причем не за один Ой, ой, ой Чуть не сорвался Блин Чуть не навернулся Летучая мышь Чуть не затроллила Нормально он так Кстати Помидорами Раскидывается Че они так появляются Быстро Саша, привет Удачного пройти игру Спасибо У меня какой-то Исторический стрим Сегодня Столько людей На ютубе зашло Это непривычно видеть В течение стрима Уже столько ребят Пожелало Хорошего стрима Блин Я хотел ютуб Отрубать когда-то А у меня Че, мультсериал Кенгурята-баскетболисты Был интересный Кенгурята-баскетболисты Так и назывался Так и назывался Что ли Вы сейчас Называете мультфильмы Я понимаю Что у меня Детство прошло Наверное Не прям Самым лучшим образом Оказывается Много чего не видел Ну я был счастливым Ребенком Потому что Дисней клуб Всегда смотрел Никогда не пропускал Бывали случаи Когда воскресенье Просыпал Вот это было Обидно Потому что Интернета еще не было В то время И Дисней клуб Показывали обычно По воскресеньям Рано утром Если ты пропустишь Какие-нибудь серии Там Чип и Дейл Или пути на истории И потом Можно было Весь день ходить Грустным То что пропустил Начинаешь У друзей Интересоваться Там Смотрели они Или нет Про что серия была Так Нашему району Скоро Кирдык Пошли вместе Со мной Стинки Говорит Не могу поверить Давай поторопимся Так А я тем временем Кого-то пропустил Придется назад Вернуться Кого-то я не подобрал Я же говорил Оповещение пришло Заранее Удивительно Видимо не только мне Вот и собрались На канале Так А я сюда заходил А я отсюда пришел Наверное Или нет Ничего не могу понять А ну да Я отсюда пришел Значит Значит где-то пропустил Все-таки Так А где я мог пропустить Ой-ой-ой Блин Такая локация Напряженная Причем это Первый уровень Я уже где-то пропустил А вот это место Вот кого я пропустил Сид Это серьезно Я знаю Тебе даже Не пришлось И говорить Как бы мне Я пойду с тобой Худший враг Мультсериалов Со сквозным сюжетом Профилактические работы А я кстати не помню Чтобы На мультиках Какие-то профилактики Были Профилактические работы Обычно По будням Все-таки были А мультфильмы Показывали по выходным Интересные Но профилактические работы Да Тоже неприятная вещь Блин Нифига себе Гречу Ты вспомнил Профилактические работы Это когда Включаешь телевизор А там Какая-то дичь Какая-то решетка Разноцветная И Звук такой неприятный Худение Они еще Как специально договаривались И по всем каналам Одновременно Вот эти профилактические работы Были А я фанател От мультика Космические спасатели Лейтенанта Марша Короче Нифига Я в детстве не видел Нифига Не смотрел Так Вот здесь я подобрал Стинки Третий сосед был Зорг Здорова Здорова Зорг Я тут за катану Немножко оправдался Что Игра топовая Это руки у меня кривые Но я тебе это тоже написал Вроде Нет Евген Пожалуйста Не надо петь Евген Что-то продолжает Напевать Что-то Несуразицу Какую-то Здорово Зорг Здорово Оправился Оправился Немножко От катаны В хорошем смысле Вернулся Пока к ретро Но С катаной Я тебе точно могу сказать Разборки Еще не закончены Когда-то К катане Все равно вернусь Не знаю Когда это Произойдет Через год Через два года Через пять лет Но К катане Зоро Обязательно Буду возвращаться Привет Ронда Мне нужна Твоя помощь Я знаю Ты хочешь Спасти Наш дом Хорошо Пойдем Замечательно Все пять соседей Собраны Можно продолжать Движение Это походу Чернобыльские Помидоры Зорг Поэтому Их складывают Всех Какой-то Телевизор На улице Стоит Что за фигня Вообще Как он показывает От него Ни шнура Не видно Там что Через трубу Как-то Эту Проводку Прокинули Или что Или переноску Просто Стоит телевизор На улице И работает У нас бы давно Уже Рабочий телевизор Кто-нибудь К себе В квартиру Унес На ГБА 80% Игр С таким Ливил дизайном Болтаешься По каким-то Крышам Улицам Блин Сейнт Я не знаю Почему так Вцепился В геймбой Адванс Мне интересно Проходить игры С этой портативки Ее тоже мало Кто играет Мне в принципе Интересно изучать Даже если игры Похожи Ну и Че в этом Такого Контры Тоже между собой Похожи Бежишь Стреляешь Подбираешь Оружие Подбираешь Тактику на боссов Убиваешь Бежишь дальше Много Много игр Какие Между собой Похожи Я ничего Плохого Не вижу В этом А че Зорг На Катану DLC Планируется Дядь Ваня Привет Так он и в мультике Таким же Был Он и в мультике Был таким же Насколько я помню Это ужасно У нас есть Всего лишь 30 дней Чтобы спасти Наши дома Наш район 30 дней До начала Стройки Под управлением Шек Шек Молплекс У Джеральда Такие глаза Удивленные В принципе Как у Арнольда Тоже Да ты на взгляд Этого типа Посмотри Тут все понятно Уже Давай раздадим Всем флайеры О том что Намечается Заварушка В городе Пусть все знают Так уровень 1-2 Вы должны Раскидать флайеры По всем Почтовым ящикам Да У Арнольда Видос Конечно Он даже Не моргает Он А нет Моргает Все таки Джеральд Я распечатал 30 Флайеров Пожалуйста Доставь их В каждый Ящик Ооо Крио С возвращением Блин Крио Я переживал За тебя Правда Я за тебя Очень переживал Вот тебя Очень давно Нигде Нигде не видно Да я не против Просто странно Именно открытое Пространство На много Экранов Во все Стороны А не Скроллер Как старые Платформеры Да ничего Сейнт Найдем еще И более Классические Игры На ГБА На телевизор Никто не Зарится Потому что Он хоть и Показывает Но показывает Только рожу Того пацана Точнее Этот пацан В телевизоре Живет Никто не хочет Тащить его Домой Блин Крио Так рад Твоему Возвращению Как же Давно Тебя не было Рад Что жив Здоров Что зашел На стрим Здорово Крио Привет Я в детстве Смотрела На М1 Симпсоны Блин Викусечка Симпсонов Тоже не смотрел Насколько Знаю Это Нифига Не детский Мультсериал Там И тема Политики Очень хорошо Подымали Так Стебались Над расизмом И вообще Темы Такие жесткие Были Валентин Привет Здорово Валентин Здорово Земеля Спасибо Здоровье Да Очень важная Тема Немножко Отпустила Но Не до конца Еще Я смотрю К вечеру Чат ожил Видимо Ребята С работы Повозвращались Так В общем Арнольд Просит Доставить Почтовые Ящики Флайеры Джеральд Говорит Хорошо Я понял Не забудь Возвращаться Если тебе Понадобится Еще больше Флайеров Сейнт Ну я давно Крио Не видел Если честно Я заходил К Насте К Яне На стримы К другим Ребятам Но Сообщение Крио Ни разу Не видел Ну не знаю Может я ошибаюсь Крио Может и не пропадал Айяйяй Появились враги Которые внизу Тусуются О Ванапчик Отлично Подлые крысы Надо наклоняться Чтобы попасть По ним Спасибо Валентин Спасибо Ну две игры Уже прошел Сегодня Причем Впервые В этом году Шмап Покорился Скроллшутер Не самый простой Жанр Ну с ним Тоже Разобрались Так А что Там Не надо Что Так А я Сюда А ну да Я сюда Спускался Блин Опять В этот Колодец Полез Музончик Ничего Кстати Такой Бодрый Кстати Зорк Я посмотрел Ачивки На Катану Зеро И Согласно Согласно Статистики На Ачивки Самое Трудное Это Заспидранить Игру На Какой То Там Золотой Рейтинг Еще Одна Редкая Ачивка В Катане Пройти Хард Режим Ой 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 Я Просто Флайером Строителя Сбил Сейчас Меня Дразнил Строитель Я Просто Скинул Его Хотя Он Там Вроде Опять Залез Привет Всем Игра Похожа На Бивис Батхет На Сеге Здорово Дестине Бивис И Батхет Кстати Тоже Хотелось Пройти Если Не Ошибаюсь Там Кооперативный Режим Есть С Высоким Прыжком Чуть Попроще Стало Играть Блин У меня Два Флайера Всего Осталось Так Ты Все Флайеры Доставил Держи Еще Немного Флайеров Нифига Сей Немного Он Опять Восстановил Нам Все Что Не Было Морозы Пошли Уже Конец Зимы Они Поперли Да Че У Нас Зима Вдруг Вспомнила В Сибири Что Она Зима Вообще У меня Такое Чувство Что У нас Январь Был Теплее Чем Февраль Скейтборд Это Скорость Не хочу Брать Скорость Пока Не хочу Да Я Че Немного Загружен Был Под Конец Года Вот Сегодня Официально У меня Прошлый Рабочий Год Закончился Можно Пивка Бахнуть Блин Крио Жесть Только Сейчас Закончился Прошлый Рабочий Год Так Мне Надо Наверх Как-то Залазить Нифига У тебя Загруженность Была А вот Она Лестница Понятно Тут Еще И Веревка Есть Блин Крио Ну Поздравляю Тебя С завершением Завершением Рабочего Года Наконец-то Можешь Расслабиться Так Здесь По идее Вот эти Мечи Рэгби Их можно Не собирать Потому что За 100 Мячиков Нам просто Жизнь Дают Их собирать Не обязательно Гораздо Важнее На уровне Зеленые Помидоры Находить Так Я где-то Один Ящик Пропустил Да Что Так Опять Что Пропустил Кстати Флайеры Нельзя Сменить Несмотря На то Что У меня Я Вроде Помидоры Подбирал Оружие Флайеры Сменить Не Дают А Вот он Этот Ящик Держи Все 18 Из 18 Помидорку Нашел А Чиво У таких Игр Всегда Лютые Поэтому Я Не Требую Их Все В том же Хатлайн Они Тоже Лютые Я Так Понимаю Что Ори А тебя Можно Не Ждать Потому Что Самая Последняя Сложность На Одну Жизнь Но Игра Гораздо Легче Чем Катана Зорк Ори Будет Когда Я Обновлю ПК Ори Это Такая Игра Которая Просто Must Have Для Всех Кому Нравятся Платформеры Кому Нравятся Красочные Игры Нет Ори Надо Проходить Обязательно Причем Я Возможно Даже Сыграю Как Обычное Издание Так И Definitive Edition Ну Которое Типа Другое Так Отлично Все Флайеры Доставлены По назначению Туговато Уровни Идут Я Уже 20 Минут В игре И Только Два Уровня Прошел Твои Помидоры Они Же Булки Гектор Ну Че Это Такое Ящик Упустил Справа Да Зорк Я Уже Потом Заметил Немножко Отвлекся От чата Так Может Пораньше Нашел Если Прочитал Так Стинки Говорит Ну че Дела Стали Продвигаться Арнольд Но мы Еще Не Смогли Сохранить Наше Соседство Шесть Дней В принципе Достаточно Времени Чтобы Попробовать Что-то Предпринять Сделать Одно Последнее Большое Дело Но Какое Ронда Ронда Говорит Как Насчет Вечеринки Ты Всегда Умел Устраивать Вечеринки Арнольд Да Точно Вечеринка Вечеринка С блоками Так Уровень 1.3 Давайте Зажгем Нужно Найти Путь Пробраться На Вечеринку Уровень 1.3 Мне Вот Больше Ачивки Открывать На PS4 Нравится Потому Что Там Платина Есть Ну Кстати Destiny Я Еще В PSN Не Регался Меня Там Можете Не Искать Мы Опаздываем Скорее Давай Быстрее На Вечеринку Замечательно Уже Жизнь Потерял Потерял Жизнь Потерял Оружие Да Придется Восстанавливать Все Просто Упал Воду И Сразу Минус Жизнь Замечательно Шоколадка Дает Силу Как Символично Что Простите Темнокожий Подобрал Шоколадку Так Ладно Это Если Что Не Расизм Не Шутка Ничего Такого Че Уровни Какие Напряженькие Если Честно С Первых Уровней Уже Какой-то Жесткий Платформинг Идет Ладно Будем Прорываться Неуязвимость Обычку Сейчас Не купить Вроде Только Дефинитив По факту Это она же Есть С мелким Дополнением Так У меня Же Есть В Стиме Зорк У меня Же В Стиме Есть И Обычные И Переиздания Так Что Ничего Страшного А я Туда Не могу Залезть Это Поэзия Дали бы Хоть Белый Шоколад Ну да Для Справедливости Как-то Странно Выглядело Ладно Оставим На совести Разработчиков Так Здесь Помидорки Пока Не было Ну вот Она Кстати Так А цель Уровня Просто Добраться До Вечеринки В принципе Вроде Да Блин Жвачка Слабое Оружие Надо Быстрее Какую Опять Помидорку Найти Он Просто Станет На какое-то Время Даже Несмотря На то Что Я Типа Силу Взял Геральт Может Велосипед Угнать Нет Гаррет А к чему Вопрос Какая-то Серия Была Он Ее Подобрал Но Не Кушал Ибо Страх Откусить Пальцы А я Кстати Какой-то Прикол Видел С этим С этим Связанный Джеральд Спрашивает Что Происходит Полицейский Отвечает Все это Как-то Выглядит Нелегально Но У нас Есть Разрешение Мы Не Видели Никакого Разрешения Никогда Уровень 1.4 Дедушка Пойман Победить Победить Телохранителя Шека Шегон Здорово Завершил Играть Call of Duty Участвовал В захвате Рейхстага Во что бы Еще Поиграть Даже Не знаю Домовой Что тебе Подсказать Шутеры От первого Лица Как-то У меня Изначально С ними Не сложилось Так что В плане Этого Жанра Точно Тебе Не Подскажу Нифига себе Какая Тачка Стоит Да и Вообще Здесь Больше Как-то Ретро Развито Современные Игры Крайне Редко Играю На Прошлом Стриме Катану Зеро Запускал Но Это Просто Редчайшее Явление Когда Более Менее Современные Игры Запускаю Леша Привет Привет Леша Благомир Здорово Смотрю Ребята С работы Возвращаются На Gameboy Advance Побольше Людей Подошло Это Приятно Баскетбольный Мячик Подобрал О Все Замечательно Принца Персии Не Играл Это Ты Говоришь Домовой Или Вопросительный Знак Забыл Поставить Если Ты Про Меня Имеешь Ввиду То Принца Персии Я Еще Лично Не Играл Зачем Пацан Кидает Жеваную Жвачку Отбиваюсь Крио Я Чисто Отбиваюсь У меня Мирные Цели Я Хочу Сохранить Место Проживания Свое Историческое Но Люди Препятствуют Этому К сожалению Тем временем Первый Басинский Он Опасно Прыгает Что Мало Отнимает Мячик Причем Прокаченный Че Ты Меня Зовешь Гад Во На Ой Блин Прям В причинное Место Кидаю Ай Ай Задел Ну ладно ХП Есть Еще В этот Раз Он Не Устал Кстати Так Ну ему Где-то Еще Два Три Удара Осталось Он Наверное Когда Мимо Меня Падает Тогда Начинает Отдыхать А Когда Задевает То Сразу Восстанавливается Есть Готов Телевизор На улице Какой-то Стоит Как Зеркало В него Арнольд Наш Глядит Телек Работает Электричества Нет Наверное Там 5G Интернет Нифига Леша Эффективное Какое Появление Давненько Стихов От тебя Не Слышал Вдохновение Посетила Про телевизор Прикольно Написал Мне Понравилось Как раз Прошлый раз На почтальоне Думал Об этой Игре Хотел Ее Тебе На Первопроход Подкинуть Ты Ее Уже Играешь Молодцом Спасибо Благомир Спасибо Ну От тебя Реквестов Мне еще Хватает Разбираться Так что Может И Хорошо Может И К лучшему Что С Почтальоном Уже Разобрались Так Следующий Этап Живая Комната Ника Или Как Правильно Перевести Первый Этап Пройден Замечательно Помидоры Все Собрал Арнольд Пришел К дедушке В тюрьму И спрашивает Что Это У тебя За Фото Дед Говорит Это Мой Отец Он Выиграл Этот Дом В карточной Игре У Человека Который У Человека С Которым Твой Отец Дрался Помидорном Инциденте Арнольд Спрашивает Помидорный Инцидент Типа Че За Фигня Где То Должны Быть Фотографии Об Этом Помидорном Инциденте Так Уровень 2 1 Память Дедушки Объект Собрать Все 5 Фотографий Какой-то Помидорный Инцидент Короче Наверное Не знаю Иногда Пишется Иногда Нет Но это Вдохновение Леш Есть Настроение Пишешь Стихи И налегке Получаются Я когда-то Сам Писал Я Когда По-настоящему Влюбился У меня Когда Первая Любовь Появилась Я Своей Даме Стихи Посвещал Причем Сам Писал И как-то Легко Это все Мне давалось Расстались Не из-за Этого Как она Сказала Было бы Совсем Обидно Если бы Она Из-за Стихов Меня Бросила Обидеть Человека Может Каждый Я бы Вообще Мог Тогда Повешаться Так Когда Найдешь Все Пять Фотографий Пожалуйста Верни Их Все Сюда Ладно Дедушка Как Скажешь У Дедушки Вид Такой Позитивный Сидит Так Спокойно А Кстати Да Это Не Дедушку Это Бабку У него В тюрьму Забрали Дед Арнольда Нравится Классный Перец Но Он Такой Позитивный Позитивный Дедушка Я бы Тоже Не Отказался От Такого На самом деле Свинота Какая То Бегает А Кстати У них же Была Свинья По Мультику Что Я Такое Припоминаю Вторая Фотография Отличная Бабушка В тюрьме Леш Бабушка В тюрьме Я там Неправильно Прочитал Кстати Баскетбольный Мяч Хорошее Оружие Правда Сейчас Мимо Котейки Как-то Промазал Так Ну Скорость Я не Хочу Брать Не Хочу Брать Скорость Мне Пока В принципе Есть Такой Комфортно Хотя Может И стоило Взять Не знаю Третья Фотография Замечательная Тут Прыжок Бо мне Точно Не Помешал Высокий Блин Только Отвлекся Ливен Рум Это Гостиная Вот Значит Событие В гостиной Происходит Так Сюда Пройти Нельзя Железный Фил Всегда Угорал Над Дедом В мульте Ну Прикольный Тип Один Из Самых Колоритных Наверное Он Любил И Над Внуком Там Какие-то Шутки Постоянно Его Как-то Там Издевался Над Ним Все Отлично Прыжок Вернул Себе Сейчас Главное Не умирать Потому Что Все Способности Замирают Забирают При смерти Бабулька Тоже Интересная У Арнольда Она По-моему Здесь Будет Только Попозже Так Вот Тут Секреточка Заходим В камин Подбираем Желтый Помидор По-моему Сбор Всех Помидоров На Концовку Влияет Зависит Поэтому Лучше Их Все Собирать На Каждом Уровне По Одному Зеленому Помидору Так А я Получается Сюда Еще Вернусь Что Ли Где-то Авторитет Так А я Сюда Нет Я Еще Сюда Не Ходил Получается Рыба Какая Висит Непонятно Бутафорская Скорее Всего Вот Прозвище Я не Помню Благомир Какое У него Прозвище Было Я тебе Точно Уже Не Смогу Сказать Так Сюда Не Зря Пришел Ключ Подобрал Скорее Всего Последняя Фотография Находится В запертой Двери Так А где Это Запертая Дверь Вначале Где-то Была Арнольд Ходит По Квартире Арнольд Ходит По Гостиной И Баскетбольным Баскетбольным Мечом Кидается В Свиней Кошек И Собак Игра Просто 10 из 10 На самом деле Арнольд С упоротым Видом Кидает Баскетбольные Мечи По Животинке И Собирает Какие-то Фотографии Компромат На Деда Да Вот Она Последняя Фотка Так Вроде Этот Свин Его Другом Был Ну Это Надо Мультсериал Вспоминать Джома Я Уже Плохо Помню Все Фотографии Собраны Замечательно Осталось Найти Выход Свинья Кстати Тоже Дико Упоротая Какая-то Кошечка Спокойно Что-то Я Заблудился Походу А нет Правильно Иду Дед Где-то Здесь Сидит Ой Свалился А что За бабуля Чалится Так Это Жед Криво Бабуля Чуть Попозже Должна Появиться Весь Город Сходит С ума Из-за Новых Помидорных Такс Повысили Цену На Помидоры Люди Оголяют Руки Готовясь К драке Скоро Должна Начаться Заруба С Помидорами Живодер Да Реально Просто Всю Животинку Избил Как же Так Вышло Как Получается Старая Бабушка На Кичи Парится В это Время Жизнью Дед Наслаждается Поэтому Хитро Так Улыбается Он еще Какую-то Книжку Держит В руке Не Удивлюсь Если Это Порно Журнал Какой-нибудь Так Вот Наш Ответ Говорит Арнольд По-любому Должен быть Какой-то Документ Который Подтверждает Наше Строение Исторической Ценностью Надо Показать Документ Главному Дед Навел На мысль Арнольда Что Решением Проблемы Будет Поиск Документа Так Помидорку Подобрал Арнольд Выглядит Так Как будто Это все Закрыто Давай Вернемся Сюда Попозже Ну У нас Нет Времени Джеральд Вперед Этот Человек Хорошо Известен Хорошо Подкован Исторически Он Содержит Много Сумасшедших Записей В своих Исторических Бумагах Так Так Пойти Вместе С Библиотекарем Как я Понял Найти Записи Сначала Сначала Ищем Коронера Честно Ребят Не знаю Как Переводится Библиотекарем У деда Книжка Как Посадить Бабку Для Чайников Да Как Как Наследство Переписать Чисто На себя О Вот А Коронер Кстати Здравствуйте Чем Я могу Быть Вам Полезен Где Документ О Томатном Инциденте Ну У меня Есть Файл Вместе С ним Я Храню Свои Исторические Записи Шкафу С файлами Так Понятно Надо шкаф С файлами Искать Не похоже На библиотеку Джома Я не знаю Что это такое Вообще Да Как будто Просто Жилое Здание С кучей Комнат По люстрам Каким-то Забраться Приходилось Еще Игры Будут Не Аркаш Это Последняя На сегодня С Арнольдом Я не знаю Насколько Получится Зависнуть Он Кстати Когда Садится Немножко Странно Выглядит Здание С моргом В подвале Больше На истину Похоже Только Почему В морге Хранится Документ С помидорным Инцидентом Вот это Тоже Непонятно Когда Залазим Наверх Мячики Не особо Помогают Они Сразу По нижней Траектории Летят Блин Хорошо Когда Высокий Прыжок Есть Можно Секцию Заспидранить Прям Большое Сердце Тележка С трупом Да Криот Кстати Реально Такой Стрёмненький Момент Был В одной Из комнат Покатилась Тележка С трупом Ну Скорее С трупом Я не знаю Не особо То и Похоже Было Что там Живой Человек Тут Газ Дамажит Надо Аккуратней Да блин Ну Я даже Не видел Что Он Там Есть Что Жесть Какая Блин Последнее Сердечко Я Большое Сердце Уже Подобрал Ай Дайте Хоть Простое Сердечко Коронер Также И по Русски Будет Это Особый Судья Который Либо Расследует Случаи Необычных Смерти Либо Защищает Права Английской Короны То есть Это Подожди Благомир На русский Язык Он никак Не переводится Так И читается Блин Нифигасе Я даже Не знал Что Коронер Действительно Есть Так Ну что Мне Сердечко Дадут Или Нет Неохота Умирать Неизвестно Откуда Начну Дайте Сердечко Пожалуйста Хотя бы Одно Ну ладно Желтый Помидор Нашел Тоже Лишним Не будет Еще раз Повторю Такие Помидоры Да Да Блин Ну Ладно Чекпоинт Сразу Здесь Но У меня Всю Прокачку Забрали Все Таки Затролил Этот Кидающий Бананы Да Как Он Четко Бросает Еще И По Несколько Может Кинуть Хотя Бы Помидорку Засчитали Что Подобрал Что-то Я запутался Слишком много Дверей Да Какая-то Комната Лабиринт Получается Джома Аккуратней Со словами Кстати В темнокожего Бананам В темнокожего Так А где Ключ Где-то Должен Ключ Еще Быть Да Как Задрал Правду Этот Товарищ Который Кожурой Кидается В основном Он Мне Наносит Урон Так Ключ Подобрал Все Можно Валить Отсюда Мор Как раз Образовался В связи С помидорным Инцидентом Заруба Завершилась Массовыми Смертями Даже Блин Страшная История Крио Это Страшная История Вот Он Коронер Уже Сюда Пришел Еще И Закрылся Гад Согласно Моим Записям Документ Который Содержит Локальные Исторические Бумаги Был Продан 5 лет Назад Приватной Компанией Названной FTI Блин Опоздали Короче Причем Очень Опоздали Ладно Еще уровень Пройден Помидорку Нашел Здравствуйте Шек Не Замышляет Ничего Хорошего Единственная Вещь Которая Может Остановить Его Это Документ Который Вы Разыскиваете Появился Какой-то Таинственный Напарник У нас Таинственный Помощник Кто ты Откуда ты Откуда ты Знаешь О документе Давай Скажем Так Я знаю Он Спрятан В Организации FTI В закрытом Сейфе Депозитного Ящика Ник Вермицелли Держит Ключ Блин Ну и Голова Конечно У Арнольда Нам Понадобится Определенное Оборудование Я Слышал Про эту Девчонку Бриджет Которая Живет Через Город У нее По-любому Есть Оборудование Специалиста Так Вы Должны Найти Бриджет Ладно Удачи Пройти Игру Пошел Запускать Свой Стрим Давай Аркаш Если Если все Получится Рейд Сделаю В конце Стрима Ну я Не знаю Сколько Мне Еще Разборок Предстоит Я Честно Тебе Скажу Пока Не знаю Жизнь Кунашел Это Конечно Хорошо Мне Бо Пару Апгрейдов Найти Что Это За Здание Кто Даст Ответ Все Что Творится Там Похоже На Бред Прыгаем По Люстрам И Трубы Текут Парня Сбила Тележка В ней Лежал Труп Блин Леша Круто Круто Мне Нравится Что Блин Мне Не Нравится Что Он Слишком Быстро Из Стана Выходит Поэтому Оружие Не Помешало Мне Нравится Что У Тебя Стихотворение Со Смыслом Мне Повезло Что Я Сюда Запрыгнул Не Просто Набор Какой То Там Да А Реально Смысл Есть То Есть Ты Сейчас Описываешь События Которые В игре Происходили Он Жвачку Перепрыгнул Кстати Некоторые Враги Умные Оказались Блин Леш Мне Прям Надо Как То Вырезать Это Отдельно Себе Записывать Спасибо За Творчество Спасибо Походу Пол с Подвохом Что-то Мне Вот Эти Плиты Не Нравится Помню В мультике Еще Была Милая Девочка Азиаточка Они Там Учатся В Четвертом Классе А у Нас Четвертого Класса Не Было Почему Нумерация Шла С Первого По Одиннадцатый Без Четвертого До Сих пор Не в Курсе Почему Четвертый Класс Убрали Кстати Да Благомиру Я Тоже Когда Учился В школе У меня Я точно Помню Что С Третьего Класса Сразу В пятый Пошел Но У нас Не все Школы Такие Были У У нас Кто То Учился В четвертом Классе Кто То В четвертом Классе Все Таки Учился Блин Ну Хоть Какой Нибудь Апгрейд Дайте Что То Со Жвачкой То Не Очень Хорошо Воевать Во Вот Это Другое Дело С Мечом Будет Повеселее Избавляться От Них Спасибо За Стримы Да Брось Леш Брось Скромный Ретро Стример Без Каких То Там О Еще Помидорка Здесь Есть Отлично Спасибо За Активность Что Заходите Совсем Грустно Было Бы Вместе Как-то Гармонично Дополняем Друг 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 Это Наверное Самое Главное Когда Стример С чатом Находит Общий Язык Это Самое Важное Ну И Когда Вообще В чате Есть С кем Пообщаться Тоже Немаловажный Момент Я Уже Привык Врать Не Буду О А Вот Кстати Бриджит Так А помидорку Я нашел Вроде Нашел Если тебе Нужна Я Ты Знаешь Где Меня Найти Данила Привет Спасибо За рейд Мы Тут На ГБ Проходим Эй Арнольда Игра По Мультику С Приставкой Кино У меня Как обычно Никакие Оповещения Не настроены Но Я Все Вижу Данила Еще Раз Спасибо За рейд Заходил Немножко В начале Твоего Стрима Посмотрел Стар Люстр Звездную Люстру Своеобразная Игра Конечно По меркам Фомиком Наверное Есть уникальность Привет Фулгар Привет Норман Кьют Пейс Эни Бенни Раба Здорово Рейдеры Привет Ребят Так Наш район Рассчитывает На тебя Удачи Мальчики Все Нашли Бриджит Замечательно Сестра Хельги Если не путаю Я не помню Кто такая Бриджит Честно Скажу Бибилборг Я такую Не помню Спасибо Фулгар Спасибо Надеюсь Ударение Правильно Поставил Могу Ошибаться Так Второй Босс Тем временем Как только Он уснет Мы сможем Забрать У него Ключ Уровень 2-4 Где же Ключ Победить Ника А Сразу С боссом Не дадут Подраться Сначала Добраться До него Надо Опять Этот тип Который Бананы Кидает Так Шоколадка Дает Силу Замечательно Все Теперь Помидорами Можно Сбивать А Мне надо Еще В дом К боссу Пробраться Чтобы С ним Сразиться Опять Четко Кинул Наверное Буду Потом Лунарбол Мучить Не знаю Как Реально Его Пройти Ну Лунарбол Проходили Игру Ты Сам Прекрасно Знаешь Что Она Даже В топ 10 Не Попала По Часам Надо Бить Тип Который Кидает Бананы Видимо Бананометчик Какое Страшное Звание Ему Придумал Так Тем Временем Девятую Жизнь Взял Отлично Владегор Привет Тезка Здравствуй Реально Какой-то Бананометчик Опять Сейчас Кинул Опять Кинул Кожуру Так А вот Он Босс Кстати Вот Он Ник Походу Арнольд Когда Упал Разбудил Его Держи Ты Уже Народу На Второй Морг Напомидорил Какое-то Страшное Слово Блин Урон Не действует Когда он Лицом Ко Мне Стоит Босс Не Подходи Ко Мне Нифига Он Умный Какой Умный Босяра Да Блин Опять Развернулся Надо Его Как-то Грамотно Подкараулить Вот Что Творит Есть Еще Попал Что-то Мало Отнимаю Попробовать Мячиком Позбивать Привет Владегор Привет На Мячиком По Жопе Тебе Я Ему Только Пол Колонки Кстати От Нем Так Ну Где Он Там Ой Отлично Крыса Побежала Ладно У меня Три ХП Еще Есть Мячик Оружие Получше Действует Еще И Крысу Смог Сбить Там Вроде Последний Удар Осталось Сделать Ай Опять Развернулся Два Сердечка И У него Тоже Маленько Уже Ну Давай Стреляй Готов Сестра Хельги Ольга А Бриджит Глава Секретной Организации Вроде Б Благомир Ты Походу Лучше Всех Мультик Помнишь Потому Что Я Запомнил Только Основных Героев Вообще Частенько Смотрел Раньше БТНТ Часто Показывали Мультики С Арнольдом Так Туннель Третья Секция Коплю Деньги На Помидоры За Помидорю Пол Дома Кто Воскресенье Сверлит Или Музыку Громко Слушает Арнольд Забирается Все Выше И Выше Что Ребенок Делает Ночью На Крыше Все Конфликты Решает И Споры Очень Метким Броском Помидора Красава Леш Офигенно Так У нас тут Развитие Сюжета Мальчики Рискуют Своими Жизнями Выполняя Свой Сумасшедший План Чтобы Найти Редкий Исторический Документ Нам Тоже Следовало Подумать А не Рассиживать Здесь Сложа Руки Составить Свой Собственный План Что-то Не особо Деда Поддержали Все Молчат Такое Такое Многоточие Типа Не Не Могут Определиться Эй Подожди Минутку Я Забыл Об Одном Секрете Об Одном Секретном Туннеле Секретный Туннель Найти Вход Лео Привет Здорово Так Уровень 3 1 Сразу Колодец Открытый Дела Да Неплохо Дела В принципе В целом Неплохо Так Нафиг Скорость Этот Скейтборд Не хочу Брать Дела В целом Неплохо Две Игры Сегодня Покорились Включая Шмап Первый В этом Году Шмап Пройден Здоровье Пока Немножко Еще Подводит Еще Не Полностью Выздоровел Но По сравнению С тем Что Было На Катана Зеро Сейчас Гораздо Лучше Себя Ощущаю Гораздо Лучше Чувствую Кстати В этот Колодец Надо Было Спускаться Потому Что Я бы Дальше Не Прошел Да Благомир Вернулись К деду Дед Активный Мужик Оказался Не Хочет Сидеть Сложа Руки Пока Его Внук Арнольд Разрабатывает План По Поиску Редкого Документа Деду Загорелось Какой-то Секретный Тоннель Найти Тоже Такой Позитивный На вид Мужик Крысы Немножко Напрягают Потому что Надо Понизу Стрелять Ладно Попробую Что-то Опять Какой-то Дикий Платформинг Начался Попробую Попробую От крыс Отбиваться Мячиком Баскетбольным Может Поможет Замечательно Здесь Помимо таких Крыс Еще и Летучие Появились Нашел Помидорку Замечательно Долго Восстанавливался После Катаны Зеро Ну Пару дней Был В таком Не самом Лучшем Состоянии Если честно Да Что-то На катании Меня Конкретно Развезло Врать Не буду Состояние Было Конечно Такое Себе Ну Я сам Виноват Отчасти Гораздо Гораздо Быстро Уровень Кончился Хорошо Что Помидорку Нашел Не придется Его Переигрывать Пока Помидоры Все Собираю Пока Неплохо Двигаемся Если Мы Заложим В тоннель Взрывчатку И Взорвем То Бульдозер На улице Не сможет Продвинуться Дед Вообще Какой-то Сумасшедший Так Уровень 3.2 Заложите Динамит В пяти В пяти Ареях Обозначенных Желтыми Квадратами Вот Для чего Он хотел Попасть В секретный Тоннель Хочет Диверсию Устроить Бабка В тюрьме Сидит Еще и Дед Нарывается Чтобы Посадили Так Там Что-то Что-то Было По-моему Да Баскетбольные Мечи Хорошо Помогают Канализации Очень здорово По мелким Врагам Бьют Даже Сейчас Спасло Дед Из Рика И Морти Сумасшедший Ученый Рика И Морти Не Смотрел Мы тут Левого Как-то В начале Игры Вспоминали Бульт Сериалы И Ребята То Что Перечисляли Оказывается Я Почти Нифига Не Смотрел Из Того Что Мне Называли Как-то Так Получилось У меня Детство Прошло В основном С популярными Мультсериалами Отлично Вот Прыжок Мне Точно Здесь Не Помешает Тоже Не Смотрел Просто Знаю Понял Тебя Так Ну Здесь Вроде Все Здесь Вроде Все Собрал Два Динамита Уже Заложил Еще Три Осталось Три Динамита И Помидорку Найти Это Сердце Пока Не Буду Брать Пока Здоровье Полное Оттуда Я Пришел Вроде Б О О Еще Один Веселый Платформинг Короче Лео Кота Не Зеро Я Сам Виноват Зоргу Я Уже Говорил И Ребятам Тоже Что Игра Своеобразная Топовая Какая Подлая Мышь Выскочила Так А там Внизу Что Небудь Есть Да Блин Ну Не Честно Ж Так Блин Зря Сюда Пришел Здесь Уже Все Что Нужно Проверено Кота Не Зеро Не Небудь Верну Не Факт Что Ближайшее Время Но Я Обязательно Возьму Реванш У нее И И Игра Слишком На Таймингах Завязано Надо Прям Четко Четко Исполнять Неуязвимость Давно Кстати Неуязвимости Не было Третий Динамит Поставил Еще Где-то Два Осталось Как Это Кота Но Не Всю Прошел Много Ачивок Осталось Лео Много Ачивок Осталось Включая Хардмод Какая Наглая Мышина Просто Сбила Меня Открылся Хардмод После Простого Прохождения Открылся Спидран Режим Самая Сложная Ачивка Согласно Стиму Прохождение Спидран Режима На Золотую Медаль Так Опять Какая-то Развилка Пошла О Здесь Кстати Без Высокого Прыжка Я бы Не Смог Зацепиться Даня Кулук Ты Здесь Еще Если Здесь Расскажи Хоть Чем Дело В Стар Люстре Закончилось Получилось Пройти Или Нет Проверка На наличие Кулука В чате Вот раньше Сюжеты Игр Были Марио Спасает Принцессу Из Замка Дракона Дед Спасает Бабку Из Тюряги По сути Крио Так и Есть По сути Дед Сейчас Идет Спасать Бабку Как я Понял Сначала Заложим Динамит Чтобы Немножко Работы Прекратились Помешать Работам Блин Напряжник У меня Два Сердечка Так Ладно Помидорку Взял Только Где Еще Да Блин Ну Ше Эти Трубы Не Заметил А Че Он Присел То Че За Фигня Блин Как Здесь Легко Умереть Все Таки А Там Меня Крыса Скорее Всего Задамажила Так Что Здесь Смерть Скорее Всего Она Так Была Где-то Один Динамит Пропустил Мне Из 90-х Очень Нравился Мультсериал Люди Икс Да И Сейчас Нравится Люди Икс Неблагомир Тоже Не Смотрел Ай Ай Так А где Я Че Оставил Ты Да Что-то Какие-то Отвратительные Уровни Пошли Где-то Один Ящик Остался Здесь Вроде Здесь Вроде Только Помидорка Была Дедушка Старый Но Очень Активный Отдел В стороне Оставаться Противно Секретный Тоннель Положит Взрывчатку Чтоб Всем Неприятелям Было Несладко Нам Главное Сейчас Найти Пятый Динамит Я Че-то Не могу Понять Где Он Остался Блин Ну Какой-то Правда Очень Подлый Ливил Дизайн Начался Динамит Еще Все Динамит Заложен Замечательно Пока Один Из самых Неприятных Уровней Вот Это Был А вот И бабка Кстати Вступает В дело Потом Твоё Время Спасибо Лёш За Очередной Шедевр Спасибо Вообще Речайшее Явление Чтобы на Стримах Кто-то Стихи Писал Помню Бывало Гектор Еще Подключался К этому Делу Но Если Вдохновения Нет То Тогда Не надо Конечно Так Взял Прыжок Взял Ускорение Осталось Какое-нибудь Оружие Найти Для Полного Счастья Подлая Мышь Подлый Газ Еще Один Подлый Газ Ул ХП Отлично Любимый Мульт В Марвел Паук 94 Тоже Смотрел Да Сэнд А потом Дед Входит В камеру К возлюбленной Бабка Бабку Тюряга Поменяла Теперь Она стала Накачанная Вся В татуировках Короче Бабка Решила Не дожидаться Деда И Приняла Решение Сама Сбежать Из тюрьмы Чем Мы сейчас В принципе И занимаемся За нее Браво За стихи Браво За выразительное Чтение Вы еще Смайлики Цветов Накидайте В чат Чтобы вообще Засмущать Меня Типа Браво Аплодисменты Там Цветы Начинают Дарить Выходят К артисту В этот момент Так Помидорки Пока еще Не было Зато Крыс Целый Вагон Так Тут Что-то Есть О Отлично Хотя бы Оружие Нашел Бабка Резвая Достаточно С этим Апгрейдом Скорости Вон Шпонш Тоже Не смотрел Серег Раньше Люди Икс Назывались Дикие Коты Или Команда Отчаянных Нифига Серьезно Бибел Борг Что-то Тюрьма Какая-то Дырявая Вся Как будто Здесь Тоже Кто-то Взрывал Что-то Ой-ой-ой Блин Я Уже В игре Второй Час Нифига Как Время Летит Надеюсь Часа За два Осили У Арнольда Так Помидорку Взял Отлично Может и Хорошо Что Апгрейд Скорости Взял Чуть Побыстрее Дела Пойдут Ай-яй-яй Мужик 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 С банановой Кожурой Есть Отлично Да Неприятная Локация Конечно Конкурс Конкурс Стихоплётов Объявляется Открытым Не знаю Лео Не знаю Пока Лёша В основном Шедевры Преподносит Хороший вариант Мне теперь надо Победить Охранника Тюрьмы Но сначала Естественно Добраться До него Так Мне бы Баскетбольный Мяч найти Если он Конечно Вообще Будет Что Мне опять Оружие Поменяли Бугер Вумен Кстати Да Она Сейчас Только Что Из Из Туалета Вылезла Неприятная Локация Тут Главное Не сорваться Блин И крысы Подлые Сразу Ждать Начинают Ай Блин У бабки Должна Быть Заточка Ну Крио Это же Все таки Детская Игра Если бы Бабка С заточкой Бегала Чему Бучила Эта Игра Какие Дети Бы Вырастали Так Что Решили Заточку Не Показывать Скорее Всего Может Дед Ей Какие Передатчики Носил Третий Босс Возможно Самый Неприятный Кстати Давай Иди Сюда Че Ты Там Кидаешь Сволочь Есть Пробитие Сейчас Не попал Быстро Он Развернулся Отлично Блин У меня У самого Два Сердечка Надо Прям Вообще Аккуратно Блин Прям На голову Ему Упал Ну Это Хана Скорее Всего Это Капец Мужик Прям Специально Стоял Перед Унитазом И ждал Ну Может Какими То Делами Занимался Своими Так Есть Еще Раз Попал Ну Ему Где-то Два Раза Бабка Живи Живи Бабка Пожалуйста Так Ну Вроде Последний Раз Осталось Кто Он Или Я Он Или Я Вообще На Гомез И Семейки Адамсов Похож Кстати Начальник Тюрьмы Все Таки Он Развернулся Ну Какой Подлый Босс Ладно Сейчас Повоюем Сейчас У Меня ПП Побольше Будет Да Один из Самых Неприятных Боссов Походу Ведется Туалетной Бумагой Бить По нему Сразу же Получает Урон Замечал Да Лео Есть Такая Тема Бабка Все Апгрейды Растеряла После Смерти Уже Не Бегает Так Ловко Не Прыгает Высоко Помидор Больше Нету Ладно Главное Босса Пройти Там Дальше Видно Будет Он Он Себе Ванну Набрал Кстати У него Ванна Полная Поэтому У него Такой Недовольный Вид Мы Помешали Ванну Принять Бабка Когда Садится Тоже Забавно Выглядит На Последний Удар Осталось Ай Поторопился Все Таки Задел Меня Да Блин Опять Поторопился Ну Что Такое На Заколебал Уже Сволочь Давай Помидорку Сюда Бабку Вообще В тюрягу Не просто Так Посадили Она Опасна Для Общества Игра Учит Правильно Пусть Ты Бабка Преклонных Годов Но Американское Правосудие Слезам Не Верит Как Это Жестоко Крио Жестоко Это Все Кстати Нет Раба У Бабки Нету Зубов Как Оружие Зубами Дед Может Кидаться Вообще Было Бо Неплохо Если Бабка Тоже Умела Так Продвигаемся Дальше Голос В трубке Говорит Вы Пробираетесь В офис Шека Шек Это Главный Злодей Короче Так Его Сейф Находится Между Ящиками В комнате Напротив Доски Какой-то Шек По-моему Так А что Неправильно Прочитал Ну Если Покажут Еще раз Его имя Посмотрим Что там Как его зовут У нас Нет Времени Возвращайтесь Побыстрее В его Офис Но Постарайтесь Не попадаться Так 4.1 Найти Офис Шека Шек Его зовут В офис Шеке Бабка Пришла Спину Потереть Ты видел Откуда Она пришла Сейн Я бы тоже Испугался Если У меня Из унитаза Бабка Появилась Все заметили Что цвет волос Бабули И костюма Босса Сочетаются Я не обратил Внимания Благомир Если честно Ай Музончик Поменялся Кстати Так В небо Оружие Какое Нибудь Бы А то Жвачкой Что-то Вообще Несерьезно Сражаться Они Слишком Быстро Из стана Выходят Пол Какой-то Скользкий Ой Отлично Вот это Очень Вовремя Возможно Даже Высокий Прыжок Не так Важен Здесь Как Баскетбольный Мячик Вспомнил Сейчас Что на Коробках Игр ГБА Писали Даже Сколько Игра Весит Не в Тему Просто Вспомнил Вес Игры Интересно Пока Поднимаемся На На других Консолях Вроде Ничего Подобного Не было Кстати Ладно Давайте Возьмем Скорость Чтобы Побыстрее Передвигаться ХП Восстановил Отлично Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай Дверь Закрыта Была Уже Не зря Сходил Ключ Нашел Если Есть Ключ Он Обязательно Понадобится На Локации Это Уже Сто Процентов Ай Успел Кинуть Старт С Пробуксовкой Ну Это Из-за Того Что Пол Скользкий Реализм Вентиляторы Какие-то Какой умный Полицейский Оказался Еще и Прыгать Может Так Уже Не зря Пришел Помидорку Нашел Замечательно Колтун На голове Зачетный Не Бенни Раба А ты Не Смотрел Мультсериал Эй Арнольд На ТНТ Показывали Он Под Никелодионом Выходил Так же Как Котопес Губка Боб Ох уж Эти Детки Дикая Семейка Торнбери Вообще Никелодион Много Че Снял Тоже Ну Мультсериалы У них Такие Были Странные Мягко Говоря Какие-то Психоделичные Так Надо сваливать Короче Ключ Нашел Помидорку Нашел Где-то там Лифт Был На втором Этаже По-моему Да Со скоростью Тоже Пободрее Стало Скоростью Стало Пободрее Гораздо Джиди Привет Вентиляторы Почти Как в Ниндзи Вориорс Я Еще Не Проходил Благомир Ниндзи Вориорс Пока Не Играл Еще Сюда Меня Не Пускают Нифига Се Там Дейла Колбасит А Ну и Все Вот Она Комната Закрытая Здесь Книжные Книжная Полка Открылась Смайлик С Песелем Тоже Зачетный Зато Когда Покупал Игры Сразу Понимал Что Если Весит Много То Игра Более Менее Хороша Ну Не знаю Силищ Не знаю Не особо Тый Аргумент На самом деле Выходит Воюете Продуктами Питания Жаль Что Ни Один Охранник Не Взял На Обед Сушеную Рыбу Получить Леща Да Вы должны найти 5 документов из сейфов, из ящиков Мужик отошел от шока не сразу Прыгает бабка прямо из унитаза Умер охранник, душа ушла безвозвратно Это лучше, чем всю жизнь ходить к психиатру Согласен, Леш Согласен Может такая психологическая травма быть, что Смерть это даже, наверное, и не самый худший Не самый худший вариант развязки Не, ну правда странная картина Как эта бабка вообще смогла через трубы пробраться Карнольд предупреждает, будь осторожен, не попадайся всей этой охране Они заберут Они заберут у тебя документы Ну давайте проверять потихоньку Первый нашел Бабка у черепашек ниндзя училась Может кроссовер запилить какой-нибудь Сделать серию, где бабка будет с черепахами Так, тем временем уже два документа нашел Приходится все стеллажи Обыскивать, потому что они, как я понял, никак не отличаются Там ящик лежит На третьем этаже вообще не было Так, ну где? Где-то еще три штуки должно быть Ай Да, он попал в меня и забрал один документ А, теперь еще его искать Два были в самом верху А, вот они все, отлично Три документа на верхнем этаже было На тот момент картинка для моей школьной глупой головы много значило Ну, может быть, может быть, Силич Но мы не всегда на графику обращали внимание, насколько себя помню Так, мы получили все документы, но Это не те, которые нам нужны Вот это подстава А ведь мы когда-то жили без помидоров Пока их не завезли из западного полушария Раньше обходились только огурцами Вообще помидоры мне больше Помидоры больше нравятся, чем огурцы К сожалению, как и ваш маленький план Все теперь в дыму У Шека какое-то страшное лицо Как будто он тоже чем-то вкинулся Игра три часа идет Нет, полтора часа, зорк Ну, я не так уж и далеко от развязки Ну, где-то, я надеюсь, часа за два управлюсь Так, наш тайный помощник спрашивает Где документ Его сожгли Шек его сжег Еще не все кончено Документ, возможно, попал на видеопленку В момент, когда его сжигали Так, значит, мы можем показать пленку И все будет хорошо На которой будет документ Изображен лично Так, 4-3 доказательства Видеопленка И вы должны найти пленку В комнате с монитором Помидоры только свежие люблю Огурцы можно и соленые поесть Кстати, да, Силич, я тоже говорил эту тему Мне соленые помидоры не нравятся А вот Соленые огурцы Прям нормальная тема такая Огурцы и помидоры Все такое вкусное Но Помидоры лучше Опять смурфы Другая версия Да, начинал со смурфов Только на мастер систем Не самая легкая версия оказалась А потом шмап оверрайт прошел Шмап не самый сложный был Так, я что-то опять на четвертом этаже Что-то мне это напоминает Сначала идем Сначала идем в самый низ Ай-яй-яй А, нет, меня выкидывает обратно сюда Значит, надо пешком спускаться На лифте всего два варианта Либо я спускаюсь в подвал Либо на третий этаж Значит, придется прорываться так Так, тут нифига нету Помидоры, видите, они просто более полезны Для сердца вроде как Играют важную роль Ну и плюс помидоры разные есть Есть сладкие сорта Есть соленые Есть помидоры черри Честно говоря, я не очень понимаю прикол Этих мелких помидор Никогда не был фанатом их Так, здесь тоже лифт есть Блин, да как его заносит, а, на этом полу Ну, скорость у меня уже была Еще быстрее вряд ли стану бежать Куда ты прыгаешь? Куда ты прыгаешь? Мне, если честно, было бы как-то обидно Если Подарочная подписка Ушла тому, кто Вообще себя никак не проявляет И Ничего не пишет Может быть, даже является ботом А так, в принципе, уже хорошо Что ты живой человек Я уже доволен Всем хорошего вечера Спасибо, мистер Соломон Спасибо Да пока вечер неплохо идет Пока неплохо Во, вот он, помидор В самом низу находился Значит, правильно На нижний этаж спустился Теперь надо попробовать на лифте Наверное, подняться Где-то там на втором этаже был лифт Все, отсюда сваливаем Быстрее, быстрее, спидран В жизни встречается такое нечасто Дети шмонают полицейский участок Стражей закона убивают мечом И на лице выражение Я тут ни при чем Дети-беспредельщики Блин, Леш, по идее Любое твое четверостище Можно какое-то название придумывать Спасибо, Леш Сегодня прям вообще в ударе Так, я, кстати, 9 жизней восстановил Чем-то Арнольд дядю Федора напоминает Есть, есть что-то такое Я взял Я нашел улики У меня есть доказательства Вы знали, что есть растение Помидофиль Плодами которого являются помидоры А клубнями картофелины Это что за монстр такой Еще только Селекционеры не выводят Ну как смог, дела, дела Я робот Так, разъяренный Шек Кричит Схватить их, идиоты Победить охранника Начальника охраны Так, ну это был еще не начальник охраны Естественно Ну бот, в смысле Я понял, понял тебя Да мне самому порой Дарят подарочные подписки На такие каналы Где я, ну, случайно засветился Да, там Пару раз зашел К девчонке какой-нибудь Ну чисто посидеть Без всяких там каких-то Левых мыслей Все, я больше к ней не захожу Да, там Даже забыл, как канал называется Бас, через какое-то время Приходит Оповещение Вам сделали подарочную подписку На такой-то канал Я сижу, думаю, че? Какие подарочные подписки? Я там был буквально пять минут Неприятное место Тут как-то надо прям с краю цепляться Хорошо, хоть можно поправляться Когда Уже зацепились Понравилось, да, Роман? В процессе стрима Бывают, рождаются Интересные фразы Прямой эфир Это такая вещь, что Никто ни от чего Не застрахован В любой момент Хоть что может произойти Вот как сейчас, например Я уже достиг Уже достиг Начальника охраны Он постоянно На собаку зовет Есть, еще раз Бил На, похребти не мечом Так, а сюда я, наверное Куда я зря, наверное, пришел Вот здесь мне Побольше нравится Здесь платформа Повыше есть Прям мечом по голове Ой Так, я еще один удар Могу выдержать Ой, отлично С верхней платформы Четко в голову попал Пошел вон отсюда Начальник охраны Вообще Немного обидно За роботов На разных сайтах Просят подтвердить Что не робот Как будто Это что-то ужасное Быть роботом Ну да, Благомир Есть такой момент Подтвердите Что вы не робот Робот сидит Перед монитором И все У него начинает Закипать уже Чтобы зайти На какой-то сайт Ему нужно Отказаться От своей сущности По сути Это прикольный момент Пелло С таким мертвым взглядом Бродит Как ГГ Еще Не обосрался От эффекта Зловещей долины Может недавно Проснулся Только сидел Дремал там Где-нибудь В коморке Своей Так Ну что Близки уже К развязке И вот он Вот оно Первое разоблачение Тот Скрытый голос Который нам Подсказывал Оказался Хельгой Натуральный Трупак Сейн К сожалению Вентилятор Нельзя было бросить Было бы прикольно Если ваншотнуть Можно было Как Арнольд И его друг Будут дальше жить Сколько людей Переубивали Мечом Да ладно Леша Это мы оглушаем Их Это же не по-настоящему Походу Так и есть Говорит Хельга Спалили Ее Наконец-то Но почему Ты помогала Нам Все это Делать К чему Вся эта Тайная Секретная Внешность Потому Что Потому Что Возможно Я Не так уж Тебя И Ненавижу Как Как думала До этого Я даже Начинаю Сомневаться В том Что Люблю Тебя О Вот эта Сцена Вообще Топовая Это Можно Прям Скриншот Сделать Вспоминается Картинка Где робот Лупит Мужика Пощечинами Спрашивает Что тут Написано Указывая Накапчу На экране Даже Такой Прикол Сделали Да Иди сюда Счастливчик Говорит Хельга Арнольд Просто В шоке Судя По реакциям У нас Нет Времени Всего Лишь 12 Минут Чтобы Вернуться Назад В Наш Родной Дом Так 5-1 Убежать Из Фитиай Совершить Побег Гельга Любит Арнольда Втайне При каждой Встрече Его Унижает Ну да Вот это Я тоже Момент Помню Помню Этот Момент Постоянно Издевается Над Ним При Первой Возможности Подставляет В глупой Ситуации Его Старается Загнать Но когда Хельга Одна Остается Достает Его фотографию Начинает Там Начинает Признаваться В любви Плачется В любви Плачется Как-то Авантюрно Бегу Сейчас У нее Дома Даже Какой-то Идол Был Сделан Из Овощей Из Фруктов С Этим Какой-то Алтарь Короче Мне Мне Понравился Будет Интересно Зацени Как-нибудь Опять Неприятные Платформы Начинает Там На фотографию Так Все Как Скажешь Сэнд Я Молчу Я Ничего Плохого Не Имел Ввиду Я Только Мультфильм Вспомнил Еще Один Ванап Но Лимит 9 Поэтому Особо Не Было Смысла Ладно Взяли И Взяли В мультике Она Сделала Все Правильно Ну Да Что-то Опять Какие-то Платформы Лифты Допрыгну Или Нет Интересно А Ну Все Сейчас Допрыгну PC Engine Прочно Кладезь Годных Шмапов И да Там Есть Кое-что От Компайл Дожди Владегор Кое-что От Компайл На PC Engine От Туаплана Я знаю Некоторые Шмапы На PC Engine У меня Компайл Теперь Прочно С Ассоциируется Но Я не Помню Чтобы На PC Engine А Лест Было Опять Крысы Появились Как же Баскетбольный Мяч Хорошо На Крыс Действует Просто Топовое Топовое Оружие Так Сквозь Меня Проскочил Ладно Добежал Но у меня На PC Engine Примерно Три Или Четыре Шмапа Пройдены Блин Криво Но это Неожиданно Было Его Позволение Зачитывать Не буду Ник Этот Футбольно Головый Пацан И его Маленькие Приятели Имеют Копию Документа На Видеокассете И они Отправляются В город О Зацените Уровень Blazing Lasers От них Нифига Себе Dark Knight Заходил Где-то В середине Стрима Владегор Это не ты Подговорил Dark Knight Знаешь Такого Чувака Тоже Частенько Ретро Стримит Так Что-то Здесь Какой-то Турбо Тоннель Начался Препятствий Конечно Не так Много Как В жабах На NES Но Какие-то Камни Тоже Валялись Это Не ты Подговорил Dark Knight На Blazing Lasers Леша Заходил Упоминал Что Тоже Про Blazing Lasers Говорили Ничего Не вижу Куда Ехать Вообще Об камень Ударился Скачущий Автобус Нет С Dark Knight Не знакомы Ну Значит Забавное Совпадение Так Получилось Владегор Что Ты Сегодня Не Первый Кто Я Кстати Помидорку Взял Сейчас Очень Важную Ой-ой-ой Ну Что Когда Приедем То Уже Я уже Город Вижу Из окна Автобуса Когда 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 Приедем Пожалуйста Отлично За рулем Брюс Уиллис Не иначе Я бы Прокатился На таком Автобус На таком автобусе Какие-то Американские Горки Были Так Вот Она Это Бриджит Вообще Кстати На Хельгу Немножко Похоже Идея С Сестрой Вполне Могла Иметь Место Давай Давай Мне Эту Пленку Арнольд Так Доставить Видеопленку Бриджит Предпоследний Уровень Должен Быть Развязка Близка Ребят Развязка Где-то Рядом Кстати Уровень Справа Налево Теперь Идет Да Только Недолго Пегасе Скачет Блин Владегор Как же Так Blazing Лазер Откомпайл А че Супер Стал Солджер Тоже От них Получается Блин Наскочил Неудачно Ну Постепенно Буду изучать Конечно Тема Шмапов Мне нравится Пчелы Это какие-то Неправильные Пчелы Они делают Неправильный Мед Быстро Помидорку Получилось Найти Прикинь Как там Пассажирам Наверное Весь салон Уделали А есть же Кстати Такие Аттракционы Где Ну Не пускают Людей Со слабым Вестибулярным Аппаратом Насколько Я знаю Мне вот Например Я сейчас Вспоминаю Вот это Вот колесо Когда ты Садишься Тебя Пристегивают И Центрифуга Или как Он Называется Я бы Долго Не смог В таком Аттракционе Находиться По-любому Воротить Начало Ой Сейчас Синие Платформы Стали Так Помидорку Взял Значит Можно С этого Уровня Валить Сразу Я Этот Аттракцион Знаю Под Названием Сюрприз А почему Так Называется Гаррет Что-то Я не пойму О Хорошо Что Сюда Зашел Большое Сердце Было Матрицы Не бывает Совпадений Давайте Наверное Про матрицу Не будем В свете Последних Событий Куда это Я приземлился Ноксал Привет Блин Ноксал Вот мне Правда Перед тобой Неудобно Но Честно Скажу К тебе Так Ни разу И не Заходил Много Кого Из друзей Много Кому Из друзей Захожу Но До тебя Как-то Не могу Тобраться Не знаю Хорошо Это Или Плохо Когда Столько Друзей Даже Не на Всех Время Хватает Так У меня Кстати Высокого Прыжка Так И нету Спасибо Ноксал Что Сам Не забываешь Заходишь Периодически Ты Кстати Скайс Оф Аркадия Прошел Или По Спидранам Пока Упаровался Такой Аттракцион У каждого Дома Есть Ральная Машина Называется Ну Это Совсем Дикость Какая Это Про Слабый Вестибулярный Аппарат Узнают Только Уборщики В самый Разгар Катания Жесть Кто-то Убирает Вообще Уборщики Одна из Самых Отважных Профессий Особенно Уборщики В зоопарке Это вообще Жесть Так Если мы Запустим Пленку На На Большом Экране Шека Каждый Сможет Узнать О том Что он Сделал Ничего Страшного Сейчас Спидрану Учу Там Ничего Интересного Не Ну Кому-то Нравится Смотреть Кому-то Нравится Тема Спидранов 28 Часов И Пройдено Ну Это Ты Наверное Хорошо Игру Знал 28 28 Часов Для Экшен РПГ Это Мне Кажется Очень Мало Или Наверное Ты По Бочке Просто Не Выполнял Чего Вы Идиоты Ждете Отдайте Мне Ее Так Ну Что Финальный Бой С Самим Шеком Да Блин Я Все Забываю Что До Него Сначала Добежать Надо Ну Главное Помидоры Все Собрал Значит Зеленые Помидоры Все Собрал Значит Возвращаться На уровне Не Придется Останется Чисто С финальным Боссом Разобраться Компайл Были Многостаночниками К чему Только Руку Не Приложили Достаточно Вспомнить Лунарбол И Пинбол На Сега Пинбол На Сега От Компайл Но Не Халтурили Никогда Ой Нифига Он Отчаянный Какой Прям Скачет На Меня Нифига Дядя Какой Ты Крупный Да Блин Не Попал По Нему Ну Как Так Куда Его Бить О Задел Отлично Когда Он Нагрится Надо Лупить По Нему Ты Гад Скинул Меня Ай Не Попал Опять О Час Час Задел Музыка Тревожная Кстати Час Ребят Пока Без Чата Обещат Уж Извините Есть Есть Еще Задел Но У него Больше Половины ХП До сих Пор Час Рискованно Было Непонятно Сколько Он Платков Выкидывает Час Один Бросил Второй Кинул Третий Кинул Три Платка Кинул Начал Злиться А до Этого Два Брасывал Раз Кинул Второй Бросил Третий Что-то Последнее Время Стабильно По Три Кидает Вроде Один Удар Осталось Первый Кинул Второй Кинул Есть Готов Что-то Ему Совсем Плохо Топчет Есть Отлично Офигеть Два часа Почти Че-то На ГБА Игры-то Такие Не Коротенькие Нифига Все Вот Она Развязка Офигеть Офигеть Есть Есть Еще Одна Игра На ГБА Адванс Пройдена Причем На 100% Со сбором Всех Зеленых Помидоров С кучей Апгрейдов С победой В общем Апгрейдов Пока ни один не проходил На стриме Благомир Чото Сейнту Про Маду Манагатари Пишет Полноценная Японская Ролевая Леса Цветочки Горы Подземелья Тоже Есть Куча Частей Компайлы Отличную Японскую Ролевую Игру Сделали Про Героиню Пазловых Игр Пуё Пуё По имени Арле Надя Это Вот Это Она И Есть Да Манагатари Понятно Уборщики В зоопарке Дерутся С тигром За какашку Отважные Люди Чистота Превыше Всего Официально В новом Битэмапе Про черепашек Ниндзя Добавят Сплинтеры Хорошая Новость Ещё бы Знать Когда они Выйдут Бибилборг Твои сообщения Тоже Читаю Только Про себя Больше Вот такая Игра Ребятки Ребятки Ребятки